Всем привет, я Ксюша. Я Оля и мы просто ремонт. Все помнят, что мы были в Кельне и там снимали выставку, но сейчас мы хотим вам отдельно показать про кухню. Тем более, что мы видели очень много интересных немецких фишечек и какие-то из них вы сможете повторить, даже если вы пока не накопили немецкую кухню. Так что смотрите дальше. Погнали! Вы знаете, что в немецких кухнях есть одна такая особенность, которая казалось бы могла присутствовать в любых кухнях, даже самых-самых экономичных, но почему-то она есть только в дорогих. Консультанты, которые помогают вам проектировать кухню. Да, безусловно, кухню, основную эту идею, где у вас будет там красная, где синяя, где какое, придумываем вроде как мы дизайнеры интерьера. Но довести эту кухню до идеала, решить где какая заглушка, где какое открывание, где какой стык, это все помогают дизайнеры, консультанты, которые уже находятся непосредственно в салоне. Когда мы приходим в салон, например, вот в этот, в лейтмотив. Проблемы с объяснением того, что мы дизайнеры, а нашу идею надо просто повторить не возникает никогда. Нам зачастую помогают, да, то есть кухня, которая приезжает, она будет идеальна, никакая заглушка, фасад и прочее, она не будет забыта. Когда мы приходим в салон каких-нибудь бюджетных кухонь... Там случается странное. Человек, сидящий за компьютером, считает, что главный дизайнер это он, и он способен на шедевр. И вот этот вот улучшайзинг, исходящий из дизайнеров, консультантов, это просто боль многих дизайнеров, портящая огромное количество дизайн-проектов. И почему так происходит? Все логично, в бюджетном салоне бюджетные консультанты, с соответствующим уровнем квалификации. Чем отличаются стенды немецких кухонь от стендов, ну, каких-то более бюджетных кухонь? Это красотой и гармонии всего. Зачастую гармония фасадов идет даже в ущерб функционалу, но часто или даже очень часто или даже практически всегда за гармонией фасада скрывается какая-то фальшь. То есть ради единства фасадов, ну, немцы идут на какое-то вранье. Например, мы видим три фасада, по факту это открываешь за ним один ящик. Или мы видим фасад, а за ним... Три фасада, а там шесть ящиков внутри. Или мы видим фасад, как будто бы три ящика, а на самом деле это просто глухарь и заглушка, и за ним ничего не стоит. Вот как, например, на этом острове, который сзади нас, это не открывается. Тут муляж, он не открывается, но при этом он выглядит как ящик. Все для того, чтобы это было красиво, а не было просто стеной. Ну и самое главное, это единство линий по всему периметру кухни, по всей композиции. То есть это красиво, а не лишние деньги. Но тем не менее, когда посчитаешь это все, переводишь в цену фасадов, это получается... Лишние деньги. Но это того стоит, поверьте. Например, вот такую штуку, когда остров сбоку не просто продолжение столешницы или какой-то заглушкой, а тоже единство фасада, единство линии, оно продолжается. Это можно попробовать повторить и в более экономичных кухнях. Но будет ли это экономно? Потому что любые вот такие решения, если их делать, это в любом случае стоит денег. Поэтому, когда вы сравниваете какую-то дорогую кухню с бюджетной, обязательно сравнивайте именно красная с красным, квадратная с квадратным, а не красная с квадратным. То есть, если вы решили сделать все так, то считайте это и в дорогих, и в бюджетных кухнях. А если вы готовы на просто лаконичные фасады, тут заглушка, тут никаких там единств фасада не будет, то и у немцев считайте так же. И вы удивитесь, что на самом деле дельта в цене будет не такая запредельно огромная, как кажется на первый взгляд. Смотрите, просто белые ручки, но не так все просто, как кажется. Это ручки в цвет фасада, покрашены идеально в цвет фасада. Если бы фасад был зеленый, желтый или какой-то другой, ручки бы тоже идеально совпадали. За счет того, что это белый цвет, создается иллюзия, что это все просто. Но на самом деле белый тоже бывает разного оттенка, и если вы подберете белое недобелое, не будет такого эффекта. И опять же, это тоже влияет на цену, потому что покрасить ручки идеально, хорошо, что в тот же цвет, чтобы они нигде не обтирались, а ручки не подвергаются достаточно большим нагрузкам – это стоит денег. Поэтому в бюджетных кухнях такое сделать достаточно сложно. Либо вы ищите белые ручки, а потом под эти белые ручки красите свой фасад, либо удовольствуйтесь цветными ручками не в тон фасада. В цвет фасада могут быть не только просто ручки, но и галлопрофили, которые тоже ручки. Это дает возможность сделать все в одном цвете, а не как обычно это бывает, что такая стилистика сразу становится в серебряную полосочку. И это разница в дешевых кухонях и дорогих. А тут вы можете сделать и в цвет фасада, и контрастным. Да, и это, кстати, мы снимали в шоу-руме в фабрике Ляйфт. Челочка будет там. Ну там она где-то будет, точно. Еще одна особенность – это открывание за счет нижнего хлопа. Да, нижнего хвата и скоса на фасаде и на дне. Мы решили, что это дно. У дешевых кухонь там, во-первых, этого дна вообще нет, то есть там есть корпус и никакой красивой панели снизу нет. Если мы ее делаем, то, соответственно, кухня становится более дорогой. И плюс тут еще присутствует скос и того, и другого, и за счет этого мы можем фасад открывать снизу, а не тыкать на него пальцами, оставляя следы. Еще одна особенность, которую, к сожалению, дешево не повторить. Как бы мы ни пытались, как бы мы ни считали, но, к сожалению, это невозможно. Тем не менее, мы все равно о ней расскажем. Это вход в Нарнию. На первый взгляд кажется, что это кухня, это единственные, как бы, единые фасады. Вот, пожалуй, только эта ручка выдает, что что-то там не то, но, возможно, кто-то подумает, что это холодильник. При этом мы видели огромное количество вариантов, когда и ручки тут нет, тут просто стена, и пойди разберись, где тут шкаф, где тут заглушка, где тут холодильник, где тут что. На самом деле, это дверь. Дверь в другое помещение. В данном случае тут постирочная. Про постирочные мы, возможно, снимем вам отдельный ролик, если его очень хорошо попросите. Обратите внимание, это именно дверь. То есть тут петли именно дверные. А вот это, это уже фасад, и тут петли, ну, мебельные. А когда это все закрываем, это выглядит все единым. Когда это пытаешься повторить в более бюджетных вариантах, то эту дверь просто вешаешь на мебельные петли. Но все-таки дверь в помещении, она испытывает большие нагрузки, и получается что-то не то. Ну да, конечно, вы можете заходить в соседнюю комнату, как в шкаф, но тут вариант вы заходите именно через дверь. Окей, допустим, тот вариант можно повторить с помощью мебельных петель. Ну, заходите вы в комнату через шкаф и заходите, прекрасно. То вот этот вариант уже повторить сложнее, а где-то он может быть хорошим выходом. Смотрите, открываем. Это тоже дверь, но она открывается вот так вот. То есть вот тут мебельные петли, а тут вход. Ну, здесь вход в стенку, но это может быть вход тоже в постирочную. Тренд все в шкаф набирает обороты, но все в шкаф, все в шкафу рознь. И есть системы, которые работают нормально, есть, которые работают суперидеально, а есть, которые нифига не работают. Есть такие, в которых надо такую нехилую физическую силу применить и толкнуть ее, и вынуть. И желательно еще при этом ничего не сломать. Отпускай, не отпускай, никуда она от тебя не уезжает. Чтобы задвинуть, в общем-то, нужно заложить усилу. Ну, вот, допустим, вариант. Тут вариант, когда она просто хорошо и удачно двигается на выставке. Мы видели варианты, когда ты просто берешь, отпускаешь, она сама уезжает. Да, это прямо супер. И понятно, чем лучше работает система, тем она дороже. Жаль, что не наоборот. Есть решение, которое стоит дороже, вне зависимости от исполнителя. Просто немцы их очень любят показывать на своих топовых кухнях, и поэтому сразу кажется, блин, почему так дорого? Ну, например, когда столешница одна продолжается, а на нее сверху как будто бы накладывается другая. Понятно, что по факту это две столешницы, и это всегда будет дороже, чем одна. Например, вот тут вариант, когда действительно вот одна столешница, другая столешница, вот эта достаточно дорогая, из Феникса, она бы теоретически могла бы тут тоже продолжиться. Мы видели очень много вариантов на выставке, когда вот она идет, как будто бы ее не обрезали, а сверху на нее какая-то другая просто положена. Разумеется, это было бы и тоже дороже. Но вот тут у нас вариант, ну, можно сказать, более экономный, а там, где мы видели на выставке такой вариант, он был более дорогой Мы можем, конечно, это повторить и в других кухнях, и в среднем бюджете, и в экономных, и даже пойти купить в Икею две столешницы Но купив в Икею две столешницы, у вас в чеке будет циферка 2, и сумма будет в два раза дороже, логично Смотрите, на этот фасад вам кажется, что это массив в ламинате, потому что мы тут видим продольный слез древесины, а тут поперечный И на самом деле, конкретно с этим фасадом вы правы Но на выставке мы видели другой вариант, когда это не был массив, просто тут была кромка шпона продольного, а тут была кромка шпона поперечного И ламинат накладывался сверху, то есть это давало полную иллюзию массива в ламинате Понятно, что вариант из массива, он будет дороже, чем когда у нас имитация Но имитация, имитация рознь, и, возможно, вы не очень захотите себе имитацию, когда просто закромковали ЛДСП А вариант с имитацией, вот такой вот полностью имитацией вам подойдет В бюджетных кухнях будет вот так вот просто, то есть у нас вот раз кромка идет, два кромка, и все как будто бы это продольный срез дерева Да, это просто ламинат, да, ну тут мог бы быть белый, но торец будет абсолютно такой же Тут продольный, тут продольный, тут продольный, и нет такого эффекта массива Подсознание понимает, что вас обманывают А тут мы смотрим, продольный, тут поперечный, имитация полная Ну и еще одна штука, которую не повторить в бюджетных кухнях, по крайней мере, мы не видели, это кухня без цоколя Вы можете, конечно, изобрести и наколхозить, сделать увеличенные фасады, но, скорее всего, с вас тоже возьмут за это деньги Ладно, хорошо, фасады можно наколхозить, но как вы наколхозите холодильник без цоколя, а когда они в одну линейку, это всегда очень, как бы, в глаза будет бросаться То есть, если вы поставите холодильник отдельно, окей, вы еще можете что-то придумать Но увеличивать фасад холодильника в обычных кухнях нельзя, почему? Потому что у встроенного холодильника есть такая решеточка для его нормального функционирования Тут ее на первый взгляд нет, но, на самом деле, она есть, просто вы ее не видите Она существует, ее очень сложно вам показать, но она вот там вот есть Вот я, видите, туда даже руку могу просунуть А что еще для немцев свойственно? Это лаконичность То есть, два цвета фасад, столешница и фартук А еще можно сделать по периметру из этой же столешницы рамку И это деньги, потому что столешница – это большая доля бюджета от кухни А тут ее прямо в пять раз больше И если в бюджетном варианте вы сделаете, повторите такую же композицию, то это вообще будет нифига не о бюджете А тоже довольно-таки дорого На выставке мы видели вариант, когда немцы играли открываниями фасадов за счет хвата то снизу, то сверху ради этой единой гармонии фасадов То есть, у нас бы что сделали? Все просто сверху Вот эта вот тенденция, либо голопрофи, либо еще как-то Ну, все сверху ровненько, полосатенько, где-то там дрогнула рука проектировщика А у них все будет продумано Еще одна вещь, которую вы не сможете повторить в бюджетных кухнях Вернее, вы, конечно, можете попробовать все эти механизмы сочетать с какими-то там эконом-фасадами Но особо вас это не спасет Потому что вся основная история – это именно в этих умных фасадах Когда фасады умнее, чем ты Когда они не просто открываются сами с помощью нанотехнологий Но еще и открываются так, чтобы друг друга не ударять То есть, если фасад чувствует, что открываясь он ударит другой фасад, он просто не откроется Вообще, мне кажется, это обидно, когда фасад умнее, чем ты А еще не поют Некоторые особо умные фасады – это на самом деле не фасады, а колонки Полностью имитирующие фасад Это не просто фасад, которым приклеили колонку, а именно полноценная колонка И такие вещи вы просто не найдете ни в каких бюджетных вариантах И даже в средних вариантах Они просто не знают об их существовании И таких фишечек, как колонки, открывание дверей в Нарнию и множество-множество другого Их не повторить Их можно найти только в немцах, в ляхте, в каких-то достаточно дорогих кухнях, к сожалению Мы уже рассказали про фасады, но есть еще одна штука, которая тоже добавляет цены Это столешницы, и они бывают, вау, космические Очень-очень разные Вы, конечно, можете на какую-нибудь супер-кухню положить столешницу из Леруа Но всегда хочется самого-самого современного И даже если мы берем какой-то искусственный камень или агломерат, но есть еще и дальше Это столешница, которая не боится отпечатков пальцев И вообще ничего не боится И ее можно гладить утюгом, если вам хочется кого-то погладить Или исправить царапины Концепция Эва доработана в этом году Еще с такой столешницей уже без металлического канта Визуально вы видите, все на всего 5 мм А вся фишка в том, что есть основа, на которой клеится сама столешница, тоненькая И фасады у нас получаются подняты вверх Даже точнее, корпус у нас чуть ниже Фасады стоят стандартные Столешница из материала фениш Насколько он универсальный, насколько он действительно приходит к жизни Черный цвет, капризный, матовый, также капризный Я не знаю Вот день, эту выставку просто, ну, затирают как могут Она остается всегда в таком приятном, чистом, визуальном восприятии даже удивляет Всякие фишечки, разделители, крючочки, баночки, держатели для ложей и всяких дня Для тарелок, они тоже очень прилично прибавляют к смете за кухню Просто когда вы в бюджетном салоне, вы особо их не видите или видите какую-то мелочь Когда вы приходите в салон с дорогими кухнями, у вас глаза разбегаются, вы все хотите, 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 вам все это в коммерческое вставляют, вставляют, вставляют Плюс 300 тысяч в бюджетах Практически безгранично можно их прибавлять В дорогих они аккуратнее сделаны Технологичнее У них есть куча каких-то решений, которые вы просто можете не найти в бюджетных аксессуарах Там, я не знаю, держатели для того-сего, швабры, ищут, дерево Породы дерева может быть отличаться Казалось бы, такое простое решение, но ничего не катается Вот просто элементарная, казалось бы, штука, но все Ставишь в любое место и ничего не перекатывается Можно ставить, наверняка, и бутылки и что-то В общем, любые круглые реманки Ну, это же, может быть, и в бюджетные аналоги В икеа есть такие лоточки, поэтому Ну, лоточки ты Это просто эстетически круто выглядит, когда ты заглядываешь, а тут такие квадратики Я бы на стенку такую могла повесить В икеа нет, в икеа там только Желобочки Желобочки под конкретные баночки Если баночка шире, то все, фейл У меня в икеевский лоточек не влазят витаминки Потому что лоточки в икее, они как бы приспособлены под конкретные баночки Пересыпь витаминки в баночку икея Если вы не хотите пересыпать витаминки, то подумайте о хорошей кухне Я подумала, правда, что по цене кухни Ляйхта можно найти отдельного человека Который будет пересыпать витаминки в другие баночки Надеемся, мы были вам полезными Уверена, что были вам полезные И вы сейчас решите создать копилочку Моя кухня мечты Вот, возможно, вы попробуете что-то из этого применить в более бюджетных вариантах Возможно, вы уже снетесь, когда поймете, что бюджетный вариант стал совсем небюджетный Из-за вот этой вот штучечки Каждый из вас это восприметит по-своему Каждый найдет в этом что-то полезное Ну, а мы перейдем к еще одной приятной части Мы решили, что это будет достаточно часто Потому что... Что это станет традицией Вам это понравилось? Мы будем разыгрывать сейчас кое-что Опять отрывать от себя, как обычно Мы разыграем замечательный набор Тут фартук Ляйхт у него... Есть такой в офисе И мы его очень ценим Когда нужно что-то одеть Он классно одевается Еще спереди завязывается бантиком И самое главное Там есть крючочек, почему-то, которым мы не пользуемся, но он есть Да, полотенчик от Ляйхта Мы им тоже пользуемся в офисе Оно такое натуральненькое Прям вообще... Еще будет футболочка от Ляйхта Которая прямо сейчас летит к нам из Германии У нас такой нет, но у кого-то из вас будет Что нужно сделать, чтобы получить этот кухонный тотал лук от Ляйхта? Нужно поставить лайк под этим видео Оставить любой комментарий тут же И подписаться на наш канал И через неделю мы проведем розыгрыш А сейчас мы подведем итоги предыдущего розыгрыша В котором мы разыгрывали две крутые сумочки и одну крутую бутылочку Давайте посмотрим, кому они достанутся Мы переместились в офис Сумочки и бутылочка с нами переместились из Стокгольма У нас есть рандомайзер, который сейчас расскажет нам, кто же выиграет эти замечательные штуки С чего начнем? Начнем с этой бутылочки Замечательная бутылочка компании Гроя Итак, нажимаем кнопочку Смотрим, кому же повезет И это Ольга Гаска Это ваша Прекрасно, Ольга, мы вас поздравляем Поздравляем Дальше у нас Сумочка с веселым кармышком Так, я сейчас фотографирую на всякий случай, чтобы нам не запутаться Сумочка экофрендли С веселой еще и с веревочкой Ее получает Танюша Поддубная Поздравляем вас, Танюша Если вы нас смотрите, махните нам в Директ, Ватсап или как-нибудь Чтобы мы вас как-то нашли Разыщем И последний лот, вот эта гигантская сумочка, как из детства Да, с специальным отделением для ноутбука И замочком с задней стороны Ее получает Роза Линдекс Прекрасно И с первого раза все три победителя у нас подписчики канала Замечательно Все выполнили свои условия Подарки разыграны Ну а мы с вами увидимся через неделю До новых встреч Пока-пока Пока Пока